Праздничная суббота Большую часть времени спортсмены тратят на экипировку. Ноги обмотать веревкой, чтобы не скользить по снегу. Подпоясаться, чтобы ветер порывами не тормозил. Вместе со спортсменами бегут и сопровождающие. Такое недопустимо отмечает главный судья соревнований Василий Лангортов. Приглашенный наставник является председателем региональной общественной организации Федерации Северного Многоборья и Малоненецкого автономного округа. В то же время судья рад за Ямальский район. Такие соревнования среди юношей проводятся уже в четвертый раз и стали доброй традицией в нашем районе. Наверное организаторы должны были предупредить, что лидирование запрещено. Они четвертый раз уже проводят, но я смотрю на это все. Но они все равно мальцы, бегут, это тоже кисах это сложно. Пусть помогают. Так в профессиональном спорте лидирование запрещено. Главный судья отмечает, ребят нужно приучать к правилам с детства. Так им самим потом будет легче соревноваться. В остальном все согласно положению. И даже то, как должен быть одет спортсмен. Кисы, Малеца или просто сорочка. Будущее есть у нашего Ямальского района? Ямальского района, безусловно, есть. И даже, можно сказать, на первенстве России сейчас, в Якутске, который прошел, вчера он закончился, первенство, ну 16-17 группа, заняли второе место. И это ли не повод для гордости в составе сборной Ямала на первенстве России по Северному многоборью несколько представителей Ямальского района, Максим Салиндер в том числе. Мы уже рассказывали историю этого спортсмена. И даже после армии выпускник детско-юношеской спортивной школы «Лидер» продолжает усиленно тренироваться. Всего за несколько месяцев он привел себя в форму, победил на окружных соревнованиях. И вот теперь успех на всероссийском уровне. Три вторых места в беге с палкой, в прыжках через нарты и общекомандные. На него сегодня равняется и подрастающее поколение. Первое место в эстафете – бег с палкой. С большим отрывом взяли ирсалинские спортсмены. Эстафета. Три этапа. Первым дистанцию в один километр преодолел Хасова Акатетта. После него и его товарищем по команде бежалось увереннее. Сам спортсмен в секции нацвида в два года. Вместе со своей многочисленной семьей у родителей Хасова семеро детей лето проводят в тундре. И там, конечно, тренируется тоже. Поначалу, когда против ветра бежали, сложнее было. А вот наоборот, обратно бежали тогда легче. Ветер помогал. У нас тренировки каждый день бывают. Только в среду их не бывает. Так, ну, по вторникам мы бегаем, потому что на два километра, а тут километр-то легче бежать. Несмотря на капризы погоды, ребята отработали на отлично. Впереди новые соревнования. И кто знает, как их результат отразится на общекомандном зачете. Перетягивание палки. Все серьезно. Почти как на взрослых соревнованиях. Покрепче ухватиться за снаряд. Надежно закрепиться ногами и далее по команде. Эта схватка осталась за Даниилом. Позже спортсмен будет награжден сразу четырьмя медалями. Впервые приехавший на районный слет. Говорит, все круто. Худи Даниил к нам подошел, занявший третье место. И ему вручается приз «Спортка спортивная». По бегу третье заняли. По перетягиванию палки я третье занял. По нартам третье. По прыжкам пока неизвестно. И все вроде. А в каких, может быть, ребятах, из какого поселка ты почувствовал таких серьезных соперников? Из Мускаменного и Ярцеля и все. Через несколько минут юношам наравне со взрослыми предстоит участвовать в параде открытия 58-го слета оленеводов и охотников. Это большая честь. Такое в жизни бывает не у каждого спортсмена. Почетным гостем 58-го слета оленеводов и охотников в этом году стал депутат окружного ЗАГС Собрания, представитель правления Союза оленеводов Ямал-Нинецкого автономного округа. Степан Вануйта на протяжении всего дня участвовал в церемониях награждения. Приглашенный отмечает, особенно приятно вручать медали юношам, ведь для них это только начало пути и впереди большое спортивное будущее. Аплодисментами Куди Вадима. Он получает приз в сотовый телефон. Единственное в Ямальском районе это проводится параллельно с днем оленевода. И хотелось бы я на такую практику и в других районах чтобы не проводилось это отдельно, а должно быть именно приурочено именно ко днем оленевода, чтобы дети могли наравне с родителями, со старшим поколением тоже участвовать. Это очень было заметно на торжественном открытии, когда вызывали команды, взрослых спортсменов, предприятия, когда дети выходят. Конечно, им это приятно и почет, что они тоже наравне со всеми могут принимать участие и получать достойные награды. По итогам соревнований среди юношей в общекомандном зачете бронзовыми призерами 58-го слета оленеводов и охотников стали представители Панаевска. Медали за второе место завоевали новопортовцы, чемпионами Дня оленевода 2019 стали ирсалинские спортсмены, представители ФСЦ «Лидер». Итоги соревнований среди юношей были подведены в середине дня, в то время как взрослые спортсмены продолжали бороться за награды слета. В перерыве между национальными видами участники соревнований отдыхают, делятся впечатлениями. Необычайно спокойны в этот день спортсмены муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское». В этом году они вновь, что называется, впереди планеты всей. Недавно взяли главный кубок и Маланинецкого автономного округа в Надыме. «Уже боролись сегодня?» «Тягались?» «Тягались?» «Ага, сейчас бороться еще будем». «Ага, как у вас вообще продвигаются по местам на вашем быстрее?» «У нас результаты высокие уже на первом месте. Гарантированно, но кубок гарантирован». «Как чувствуете себя? Как погода вам в этом день оленевода?» «Чувствую себя очень плохо. Как я гриппую сегодня». «Серьезно?» «Да». «А как вы с такой болезнью собрались бороться сегодня?» «Может, пронесет?» «Еще вот нога у меня еще болит». «Нога болит?» «Ага». «Ничего себе такое...» «Так буду бороться все равно». «Один раз, когда я первое место занял, первый раз в 2008 году. У меня пол пальца здесь не было, вот видите. Вот так вот первое место взял. Вот этот палец не работал». Сосед чемпиона Афанасий представляет ООО «Валама». В этом году в связи с погодными условиями предприятие не выставило команду. Всего несколько спортсменов смогли приехать на праздник. «Уже какие показатели, результаты какие, можно сказать?» «Ну, к сожалению, нету пока. На борьбу надеемся». «На борьбу надеемся». «Кто в составе вашей команды? Расскажите нам, какие спортсмены, на кого надеетесь в борьбе?» «На молодых. На молодых есть у нас. Толковые ребята, занимаются тоже. Сиехи они неоднократно брали тоже место. Ну, будем надеяться, возьмем, может, какое-нибудь место. Хотя бы одно. И то будем рады». «Кто вас сегодня поддерживает, может быть, из ваших сиехинских?» «Ну, есть люди. Я их поддерживаю тоже. «Друзья поддерживаю». «Поддерживаю». «Поддерживаю». «Всегда». «Поддержать спортсменов в этот праздничный день пришел и наш многократный чемпион Лев Езенге. Непривычно видеть спортсменов в повседневной одежде. Увы, уже несколько лет. Лев выступает за Надымский район. Вот и нынче вернулся из Надыма с двумя первыми местами. В перетягивании палки и в национальной борьбе. Сегодня он просто болеющий. «За друзей, конечно. Ну, за Ярселя. Я уже привык, уже третий, уже давно смирился с этим. Три года уже не участвую тут. Ну, готов всегда». Национальная борьба. Как передать эту неописуемую атмосферу словами? Как в нескольких словах рассказать об эмоциях? Где взять такие эпитеты, чтобы зритель по ту сторону экрана мог хоть на чуть-чуть стать свидетелем этого уникального национального спорта? «Спортивные страсти на коврах будут кипеть до самого вечера. Ну а пока я передаю слово своей коллеге Дарье Зиминой. Она следит за ходом событий на причале. Там проходят олени-гонки. Я нахожусь на стоянке, где олени вместе со своими погонщиками готовятся к заезду. Мы знаем уже о том, что на самый зрелищный вид состязания, это гонки на олених упряжках. Заявились около 40 нарт. И очень много людей с фотоаппаратами. Все снимают, фотографируют и болеют за спортсменов. А спортсмены тем временем в предвкушении гонки делают контрольный осмотр животных, поправляют нарты, проверяют веревки и крепления. Олени смиренно ждут своего часа. Некоторые из них успевают вздремнуть перед стартом, ведь совсем скоро придется бросить все силы на забег. Чего только не увидишь на гонках. Каюры, как трюкачи, падали с нарты, но чудом цеплялись за нее и возвращались на место, чтобы довести упряжку до финиша. Какую ловкость и сноровку нужно иметь, чтобы совладать с оленями на такой скорости. Не у каждого заезд проходил гладко. У погонщика Виталия Вануйта нарту, как назло, закрутила на старте. Мужчина объяснил, почему так вышло. Почему олени закрутила, когда первая попытка была? Что не так? Старт не давали долго. Поэтому они переживали и... Ну, начали там громкоговорить или что-то орет. Ага, то есть олени боятся громких выступлений, да? Конечно. Нашуганы же они. Ага. Скажите, а почему вот во второй заезд вам удалось дальше пройти? Вашему сопернику... А первого заезда не было у меня. Потому что марс не сдали они. Ага. Старт не дали же. А я не мог поехать никак. Ну, вообще, как вы оцениваетесь в сегодняшнюю гонку? Так. Нормально. Как проехали? Хорошо? Олени сработали нормально? Олени-то нормально. Просто там там лед и дорогу... Трассу не так почищали, сильно перебор дали. Другой оленевод Вячеслав Худи восседает на нарте. На груди его номер, значит, гонка для него еще впереди. Парень, ожидая очереди, рассказывает нам о своей упряжке и передовом олене, который ведет за собой остальных. Вы его воспитывали? Да, постоянно гоняем по трассе. Как вообще можно в тундре выбрать хорошего передового? По каким характеристикам? Да, можно постоянно тренировать. И это самое лучшее надо выбрать. Ну, самый выносливый, самый сильный, наверное, да? Да, самый выносливый. Мама, я болела за тебя! Ненецкие хозяйки в этом виде спорта не уступают своим братьям и мужьям. Гоняют быстро, нарты управляют умело. Не только же мужчинам быть азартными. В чем работнице тоже не прочь получить свою порцию адреналина. С громкими возгласами на финиш первой в своем заезде пришла Раиса Слепушкина. Женщина управляет упряжкой с самого детства, но в тундре не гоняет. Для этого есть слет оленеводов. Хорошо олени шли? Конечно, нормально. Ничего не помешало, просто были те, которые вот так учили. Как вы считаете, почему так происходит? Ну, во-первых, там на некоторых местах гладко слишком и лед. Вот и скользят олени. А что можете сказать о своей упряжке? Кто вам ее готовил? Вы сами ее собирали? Нет, не я собирала. Родственники. А что можете говорить? Они самые лучшие. Антонина Худи тоже любит посостязаться в скорости на гонках. Девушка тренируется уже около пяти лет и даже занимала первые места в соревнованиях. Правда, в этом году Антонине не повезло. У меня веревка неправильно поехала, не пошла, короче. Задел, короче, второй олень за рога. И поэтому я неправильно поехала. А так нормально было, ехала бы. Обычно я первые места занимаю. Хорошо. А кто вам готовил олени для занятий? А, брат? Каждый год на весенний праздник коренного северного народа приезжают посмотреть не только гости из других городов России, но и из-за рубежа. Чаще всего иностранцы едут на Ямал за красивыми фотоснимками колоритного места и людей, ведущих уникальный образ жизни. Некоторые настолько проникаются, что даже учат русский язык. Один из таких гостей – пакистанец Шая. Парню запало в душу Арктика. Это уже третье его путешествие на север. А вот на Ямале турист оказался впервые. Мы туристы, только туристы, но это культура и эмоции и все. Не спорт, не вакансия, экспедиция, только рассказывать и живем с немцами. Что вас интересует в этой культуре? Традиции и просто жизнь. И, конечно, олени. Гонки замечательные. Очень интересно смотреть, как быстро бегут олени. Как мастерски их направляют оленеводы. Было бы веселее, если бы трасса была длиннее, чтобы туристы могли подольше этим зрелищем любоваться. Здорово, что так много людей приходит поддержать этот вид спорта. Здесь и местные, и мы, иностранцы. Ямал объединяет людей мира. Около двух недель Шайя и его товарищи жили в чуме, деля быт с настоящими оленеводами. Еще одна туристка из группы, Ларин, добиралась до Ярселя из Китая. Девушка живет в Гонконге и занимается юриспруденцией. На Ямал она приехала, чтобы посмотреть красоту тундры и окунуться в самобытной с ней низкой культуры. Мне очень нравятся гонки. В Гонконге есть похожая традиция, только у нас ездят на лошадях. Это замечательно видеть, что в таких разных культурах есть общие черты. Я бы хотела еще раз приехать. Это был прекрасный опыт. Люди здесь такие приветливые и добродушные. Я думаю, что скоро я все-таки вернусь сюда. Гонки на оленях-упряжках продолжались около двух часов. За это время к трассе спустились более сотни зрителей, которые всеми силами подбадривали участников. Пришло время подвести итоги. 40 мужских упряжек было и 13 женских упряжек. По сравнению с прошлыми годами, не сказать, что мало. Каждый год по-разному у нас бывает. Некоторые люди не успевают с Хенской переехать в эту сторону. И не всем получается перегнать оленей. По возможности ставят максимум, сколько могут. Вечер настал. Пришло время назвать имена героев. Кто же они? Тройной национальный прыжок. Третье место. Владислав Худи. Второй результат и медаль за второе место у Станислава Сыротета. Героем в тройном национальном прыжке стал Няд Махуди. В этом году три первых получаются. Вот на Дыме первое был. И в Салихарде. И здесь у нас. Версалинцы, Ямаль. Ну, на Дыме, наверное, тяжелее. Там с негоходы разыгрываются еще. В метании Тензиана Нахарей. Третье место. Альберт Сыротета. Вторым стал Песеме Сыротета. Титул чемпиона завоевал Валерий Вануйта. Перетягивание балки. Третий результат у Дмитрия Сыротета. Второе место в копилке Вячеслава Вануйта. Чемпионский титул вновь остался за Тангна Сыротета. Мне удалось, потому что я в этом виде готовился. Хорошего настроения, чтобы не болели. И чтобы все у вас было хорошо. Бронзовым призером в прыжках через нарты стал Денис Сыротета. Андрей Климов третий в данном виде. Титул чемпиона с результатом 290 нарт. Как и год назад вновь завоевал Алексей Вануйта. Аплодисменты всем победителям! Эстафета по лыжным гонкам в этом году вновь покорилась представителям Панаевска. Уж так повелось, что медали в этом виде завоевывают наши южные соседи. МОП Ирсалинская. Второе место. Представители ТСО КМНС Харп пришли третьими. Трудно, конечно, было, но мы свое что-то взяли опять. Национальная борьба и третье место в этом году взял Някучи Сыротета. Вторым стал Денис Сыротета. Награда за первое место, титул чемпиона и главный приз – снегоход. Завоевал представитель нового поколения спортсменов Вячеслав Вануйта. Соревнования в гонках на олейних упряжках в этом году назвали имена новых чемпионов Владимир Хатанзеев и Ксения Акадетта. Оленю упряжку, кстати, чемпионки в этом виде также предоставил Владимир Хатанзеев. Девушка не верит своему счастью. Говорит, что пошла по следам отца Анатолия Акадетта, в прошлом тоже чемпиона гонок. Это было очень круто, я сама даже не ожидала. Огромное спасибо Владимиру Хатанзееву, который доверил своих оленей. Не каждый, наверное, на это пойдет. Спасибо огромное, я ему очень благодарна. Что вы чувствуете сейчас? Гордость, я приехала из села Сиеха, это 450 километров. Я думаю, что я не зря приехала сюда. Вот она долгожданная минута. Просто давайте смотреть и радоваться этому безграничному счастью достойных спортсменов. Ярселе вперед! Приз 100 тысяч рублей! Поддержим всех победителей и призеров!